Дневной разворот В нашей студии директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства. Добрый день. Добрый день. Надежда Савельева, директор Института экономики и менеджмента Вятского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент. Здравствуйте. Здравствуйте. И, Надежда, я так понимаю, главный ответственный за ту программу, о которой мы сегодня будем говорить. И Диана Харюшина, предприниматель, участница первого потока этого года, того образовательного курса, о котором мы сегодня говорим, и проекту Дианы «Школа танцев». Здравствуйте. Да, но Диана опытом поделится, конечно, и опытом обучения, и опытом того, что с бизнесом, собственно, после этого обучения случилось. Мы сейчас должны сразу сказать, что проект бесплатный, обучающий проект «Начни свое дело» стартует 14 ноября, то есть уже послезавтра. Рассчитан он на начинающих предпринимателей и на тех, кто еще только задумывается об открытии своего бизнеса. И до сих пор, несмотря на то, что осталось всего два дня, все еще можно успеть. Все еще можно заскочить в последний вагон. Зачем мне нравятся подобные образовательные программы, там все в этом плане достаточно свободно. Достаточно, да, свободно, и вот фактически до последнего дня можно успеть. Еще это обычно бывает в конце недели, все ты откладываешь, откладываешь на пятницу. Так вот в пятницу, как я понимаю, еще можно будет, да? Да, конечно. Так, ну давайте мы сначала пройдемся по программе и по тем людям, которые будут учить наших предпринимателей, а учить будут многому. Тут я вижу... Ну да, если ты на старте, то, наверное, да, нужно себя заранее подготовить. Во-первых, я вижу огромное количество там, ну, каких-то блоков, да, это и личная мотивация, целеполагание, эффективный там тайм-менеджмент, это генерация бизнес-идей и маркетинговая стратегия продвижения. Как вы все это уместите в курс, который идет с 14 ноября до 8 декабря, в три недели? Очень спокойно все на самом деле умещается. Как показала практика первого потока, это все проходит в онлайн-офлайн формате, то есть это можно прийти со спикерами, с федеральными, с региональными, поговорить на месте. Можно это все посмотреть в трансляции, позадавать вопросы, то есть достаточно комфортно это для слушателей, для обучающихся проходит. А, то есть не обязательно даже лично присутствовать, да? То есть кто-то может присутствовать лично, кто хочет, да, и у кого есть возможности, кто не боится коронавируса. Да, да, да. Вы, кстати, лебиты есть какие-то у вас, или вдруг все прям захотят прийти? Нет, ну мы, конечно же, социальное дистанцирование обязательно соблюдаем, обязательно масочный режим, это действительно такое есть. У нас предварительная запись ведется на все мероприятия, и на лекции, и на мастер-классы. Мы понимаем, сколько людей будет наполнено в аудитории, остальным представляется возможность именно в онлайн-формате все это просматривать, поэтому вот так вот мы разделяем слушателей. Это будет в режиме реального времени? Реального времени, прямо перед мероприятием, высылается ссылочка, они по этой ссылочке заходят и просматривают все, что там происходит, могут задавать вопросы, прям беседовать со спикерами. Ну, как обычно проходит зоом-конференция, это весело проходит на самом деле, да, обычно, кто пробовал, тот не забудет, что называется, когда коронавирус уйдет в прошлое, мы все, я думаю, это будем вспоминать с улыбкой. Даже заседание ЗАГС-собрания становится более интересным. Тем не менее, я смотрю большое количество спикеров, которые будут, которые не кировские, так скажем, да. Эти все спикеры, они приедут к нам сюда, или они каждый будет из своего региона рассказывать? Нет, они приедут к нам сюда, мало того, уже прямо 14-го числа в Кировском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства после открытия сразу же стартует федеральный спикер Маликов Алексей, он уже будет начинать с генерации бизнес-идей, сначала у него будет лекция, затем он проведет мастер-класс, поэтому прямо там будет уже обучение организовано. А, вы все правильно, сначала вы начинаете, да, с бизнес-идей. Да, все верно, все верно. Затем выступит уже, значит, наш региональный спикер, это Коршунов Вячеслав, он проведет мастер-класс по разбору бизнес-идей, причем чем ценные региональные спикеры, они будут именно рассказывать про региональную специфику. А эти бизнес-идеи, которые будут разбираться, это те самые, которые должны быть генерированы вместе с Алексеем, или это будут какие-то идеи, с которыми пришли предприниматели на курс? Совершенно по-разному. Некоторые предприниматели приходят просто поучиться еще без идеи, и вот как раз Дмитрий Маликов им помогает эту идею создать, так скажем, подсказать, нащупать, и дальше они уже краш-тест проводят, то есть они набирают там, допустим, 10-20 бизнес-идей, и дальше уже начинают обсуждать, насколько они жизнеспособны, эти идеи. Это хорошая история, тогда прокачать свою идею, получается, да, перед тем, как запускать ее в жизнь, выпускать ее в жизнь, можно попробовать со специалистами разобрать вообще, насколько стоит в это погружаться. Да, все верно. Либо поменять свою идею. Да, или как-то, может быть, пересмотреть, апгрейдить ее, да. Такие случаи тоже были, когда люди приходили с одной идеей, а уходили уже с другой совершенно идеей, более жизнеспособной. С другим бизнес-проектом. А самую какую-нибудь либо яркую, либо сумасшедшую идею вы вспомните? Ольга Владимировна, что вам больше всего сумасшедшего понравилось? Ну, я бы не назвала это сумасшедшим. Либо мне понравилось. Ну, мне понравилась идея зоотакси, вот на первом потоке защищалась девушка зоотакси, то есть она предлагает услуги по доставке животных в клиники ветеринарные, именно на своем автомобиле. Да, без хозяина, либо с хозяином, там разные варианты были, эта идея этого бизнеса, ну, вот как-то вот зацепила. Ага, ну, слушайте, это вот история. Ну, вот я вожу собаку каждый раз. Ты сталкиваешься с проблемами? Ты таксисту вообще говоришь о том, что ты с собакой поедешь? Оказывается, надо, я обычно думаю, ну, что она маленькая, зачем нам вас предупреждать? Она даже на пленках посидит. Да-да-да, поскулит, и ты едешь и стыдишься, что нет, всё-таки что-то надо было заранее. Это если маленькая собака, а если большая собака. Да, если большое животное, то уже. Ну, то есть такая, да, интересная идея. Ну, потребность есть, есть, как бы она изучила рынок, то есть потребность есть, и действительно, я думаю, что вот это зайдёт у неё на рынок в Кирове. Ну, вот чаще всего, наверное, да, заходят те идеи, которые, ну, родились из того, что твои собственные потребности не удовлетворяются, наверное, да? Ну, да, конечно, есть такая. А у неё есть, а у неё есть животные, да, с которыми... Семнадцать, нет. У неё не то, чтобы животные, она вообще грумингом занимается сама, да. А, понятно, то есть она уже в этой сфере. В процессе, да. Она уже в этой сфере. Вот эта идея родилась, когда действительно отказывают клиенты, если вдруг не могут довезти животное, да, как-то не получается по времени, то здесь эта проблема будет решена, когда доставка животного будет происходить без участия, можно сказать, да. Без участия владельца. Да, да. И вдруг в руки передают, понятно. Так, хорошо. Хорошо, Вячеслав. Дальше после Вячеслава тоже. После краша наших идей. После краша идей, чтобы быть следующим. Следующим у нас будет уже целеполагание. К нам приедет Шуваева Ирина, она тоже будет устраивать мастер-класс именно по целеполаганию, потому что не всегда, когда рождается проект, мы в итоге понимаем, какой целью он достигнет, поэтому она очень четко, грамотно формулирует вот именно цель самого проекта, самого бизнеса. Это тоже федеральный спикер. Из Петербурга. Да, да, она приедет к нам из Петербурга. И также она еще будет рассказывать про брендинг и маркетинговую стратегию продвижения. То есть это все будет таким одним блоком. Тоже очень хороший отзыв по первому потоку от слушателей, именно от этого спикера. Она очень хорошо, так скажем, ставит на место все вот эти вот пожелания в открытии бизнеса. То есть она четко формулирует, что нужно дальше сделать. Так, и я вот смотрю, тут программа, на трех страничках программа. Ее, кстати, можно посмотреть сейчас, кто хочет, на сайте откройбизнес43.ру. Там есть ссылочка на мероприятие, и можно скачать себе программу. И программа довольно плотная, я смотрю, да, то есть 14-15-е, дальше получается 17-е число, 19-е, да, ну и дальше там пошли. И время занятий на самом деле оно рабочее, да, то есть это с 11 часов есть, я вижу секции, с 10 часов. То есть человек, который хочет принять участие в программе, он, конечно, должен выделить на это время. То есть это не обучение выходного дня. Это целый такой полноценный курс. Да, это целый полноценный курс, но, как мы уже сказали ранее, он есть и в онлайн-формате, поэтому можно спокойно заниматься где-то в свободное время через онлайн. Поэтому не обязательно в режиме интерактивном, то есть можно просто после того, как все появляется, заходить вечером, например, после работы, да, и просматривать эту запись, да. И просматривать лекцию. Но тут вопросы только не задашь уже, конечно. Если только следующее. Вы, кстати, заранее вопросы принимаете, вот людей, которые, например, онлайн не могут и лично не могут, но хотели бы задать какой-то вопрос и спикерам. Вы знаете, на самом деле у нас создан организационный чат. В этом чате предприниматели задают начинающие вопросы, что мне больше всего понравилось, вот после первого потока, если сказать. Мы думали, он будет просто такой рабочий чат, и во время именно обучения они будут общаться, и всё. А на самом деле они продолжают до сих пор там общаться, обмениваться идеями, обмениваться информацией какой-то полезной для себя, и он достаточно жизнеспособный. В общем, форум создали для предпринимателей, получается. Да, всё верно. Который ещё проживёт долго-долго. Да, будем надеяться. Ещё надо отметить, что у спикеров очень много индивидуальных консультаций. Вот во втором потоке постарались поставить их побольше, чтобы предприниматели могли индивидуально обсудить свои бизнес-идеи. Ну, не все же иногда хотят на... На публику. Да, на публику и на всеобщее обозрение. Поэтому больше поставили индивидуальных консультаций. И вот в формате обратной связи тоже много будет общения со спикерами, именно с федеральными спикерами. Можно будет общаться лично. А вот, смотрите, сказали о том, что есть некая региональная специфика, и часто есть мнение о том, что Москва не Россия и всё такое. Что могут спикеры из Москвы знать о том, как бизнес-идеи делать? Да, может быть, для них все наши бизнес-идеи могут казаться какими-нибудь там смешными, пустяшными, нежизнеспособными, или они на регионы тоже каким-то образом натренированы у них. Можно я здесь отвечу? Да, давайте, Диана. На самом деле, даже если спикеры были федеральные, и, ну, например, да, бывало такое, что им кажется наша идея какой-то смешной или, там, не знаю, неадекватной, они помогали, ну, если ты твёрдо уверен в своей именно этой идее, они помогали тебе её проработать до такого состояния, чтобы она уже не была смешной, то есть они искали минусы, помогали, подсказывали, как их, например, там, исправить или скорректировать, и, ну, сразу становилось гораздо легче и веселее, и идёшь дальше вперёд. То есть это вот со стороны участника такой вот, да, получается? Да, очень отзывчивые спикеры все были, вот огромное спасибо фонду, что подбирают, да, ну, потому что действительно это важно, вот именно личное общение такое, когда, вот у меня как раз такая ситуация была, что я не всегда хотела, например, какое-то узкое своё, там, направление говорить на всю группу, то есть я спокойно могла подойти к спикеру, и он ответил, также они всегда давали свои контакты, ты мог даже просто вот написать, ну, то есть если вечером, там, домой уже пришёл, после обучения, у тебя ещё какие-то мысли всплыли, и ты мог спокойно написать, ещё раз обдумать и посоветоваться, и всегда получали, можно сказать, моментальный ответ. Обратную связь, да? Ну, то есть открытые люди, но я так понимаю, что ведь они не первый, не первый раз уже в качестве тренеров, то есть у них наработан вот этот вот опыт, в том числе и вот история с тем, что Москва не Россия, да, и надо как-то приземлять, может быть, там, свои какие-то идеи безумные, давайте вот так сделаем, или вот так. Ну, на самом деле, это действительно ценно, я тоже один курс проходила, и приезжали тоже федеральные спикеры, ты сидишь и думаешь, вот они там дали тебе зелёный свет, пишите в любое время, вот мои контакты, и ты думаешь, ты такой классный, и ты, наверное, платный, то есть со мной в школе ты тут бесплатно позанимался, а отдельно ты, наверное, чего-нибудь попросишь, но не так, на самом деле. Нет, не так. Отвечают до сих пор, и огромное им спасибо, да. Здорово, то есть можно какого-то куратора, наставника заполучить таким образом. А на самом деле в проекте есть наставники, с которыми они работают на протяжении всего проекта, то есть это не только федеральные и региональные спикеры, но ещё и бизнесмены наши, которые выступают в роли наставников, то есть если что, можно к ним обратиться и ещё с ними дополнительно посоветоваться. Пользуются ли наши предприниматели, начинающие или уже нет вот этим? Пользуются, вы знаете, очень активные наши предприниматели, поэтому они очень активно пользуются и наставниками, и к нам обращаются по каким-то вопросам, мы тоже им помогаем, мы тоже компетенциями обладаем, поэтому очень активно участвуют. К нам это в ВУЗ, я так понимаю, да? Ну да, в наш институт экономики и менеджмента. Так, я не знаю, имеет ли смысл нам представлять всех, конечно, спикеров, потому что вот здесь на страничке их 8 человек. Ой, давайте про Макса Пасютина расскажем, нашему коллегу. Максим прекрасный, Максим работал у нас здесь, Максим работал в Кирове, потом он руководил медийным холдингом в Пермском крае, сейчас, насколько я понимаю, немножко как-то сферу деятельности сменил, вот приезжает в качестве тренера. Да, мы тоже его очень хорошо знаем, поэтому он к нам приезжает. Очень хороший отклик по Максиму Пасютину, очень интересно, захватывающе он рассказывает. Вы знаете, мы сами даже сидим и смотрим трансляции спикеров, которые нам очень нравятся. Вот Пасютина мы все посмотрели. Прям очень здорово. Вы знаете, прямо живое общение, действительно оно живое, оно такое не научное, не таким непонятным языком, а именно простым, доступным, предпринимательским языком. Он рассказывает им, как должно быть на самом деле. Вот это очень ценно. Поэтому мы его, да, слушали очень. Вообще, вот вопрос начала бизнеса в эпоху пандемии, он, наверное, перед каждым стоит. Есть либо страхи, либо возможности, и то, и другое присутствуют. Приходится ли как-то там переубеждать, домотивировать людей? О чем вообще говорят на старте кировские там предприниматели, будущие предприниматели чаще? О страхах или о том, что это мой шанс, и я сейчас ворвусь в бизнес-сферу Кирова? Ну, конечно, есть определенный страх. Да, у Дианы лучше спросить, она расскажет. За счету она проходила, поэтому из первых... В пандемии, конечно, у всех идет страх, и у всех, ну, если это действительно действующий предприниматель, то на проект идут именно за какой-то идеей, чтобы... За развитием, да? Не разрушить, да, свой бизнес, а наоборот, развить его, и действительно проект очень помогает. У меня на самом деле сейчас не действующий бизнес. То есть он у вас начинается только, или он был и потом пристанавливался? Да, у меня был бизнес, но в другом городе, не так далеко, в Слободском. Но в августе моя семья переехала в Киров, и сейчас, соответственно, я уже собираюсь здесь открывать вот танцевальную студию, но мне хотелось сделать это именно с умом, так скажем, да, более правильно, как-то без прошлых ошибок. А в Слободском, простите, у вас в этой же сфере была деятельность, да? Да, в этой же сфере все было, на самом деле, успешно, но так обстоятельства сложились, нам пришлось уехать. Вот, и сейчас, да, у меня защищен проект по танцевальной студии именно с комплексным изучением дисциплин хореографических. Для взрослых или для детей, я сразу уточню? Для детей. Для детей, да. Да, но, конечно, на будущее и взрослые группы мы рассматриваем, потому что на самом деле это больше, наверное, даже такой социальный проект, потому что рассматриваться будет танец не ради танца, а танец именно ради общения. То есть танец будет инструментом именно какой-то коммуникации, вовлечения детей в общество и в общение, а не так, что как сейчас, да, подростки у нас особенно все там сидят, да, собственно говоря, с трех лет уже в телефонах все в гаджетах сидят. И их действительно сложно оттуда вытянуть. У меня у самой просто трое детей. Вот, и поэтому я знаю эту проблему. Старшая у меня во втором классе. И бывает, конечно, сложно еще влиться в новый коллектив. И студия как раз будет построена на том, что, ну, не надо бояться, потому что я знаю, что многие дети и бывают, что уходят из танцевальных коллективов, ну, что-то вот не пошло, да, и бросают это дело, боятся дальше куда-то идти. Вот к нам не надо будет бояться идти. Да, то есть обязательно надо пробовать и пробовать еще раз. Сейчас я уже могу раскрыть название, потому что у меня уже просто... Я его нигде не говорила, даже фонду еще на тот момент не говорила. Сейчас я уже отправляю документы именно на оформление. Мы будем называться база танца «Звено». И название это тоже не просто так сложилось. «Звено», так как каждый ребенок, я считаю, каждый человек, это звено большой цепи, звено чего-то единого целого. То есть мы не можем отделяться друг от друга, мы с вами все вместе, все в мире. В цепочке. Да, в цепочке. Также танец это звено нашей жизни. И база тоже не так просто. Ни студия, ни коллектив, а именно база. Потому что да, мы даем базу, базу для танца, и ребенок может дальше потом развиваться. Мы даем базу для жизни, то есть именно вот это вот общение. Мы учим правильно общаться, правильно дружить, чтобы ребенку было легко и весело по жизни вообще в принципе развивать какие-то свои таланты. Не обязательно танцевальные, но танец будет именно инструментом вот к этому продвижению. Смотрите, как Диана разговаривает. Уже все профессионально сформулировано, проработано четко. Да, именно. И причем я хочу сказать, хоть я пришла и с готовой идеей, да, ну то есть действительно я пришла, и я хотела открыть танцевальную студию. Но именно на проекте у меня сложилось четкое вот это вот представление, что да, я хочу именно вот социальный такой проект, я хочу именно вот чтобы вот детей в этого все вовлекать, и вот такое вот название тоже. Вот это вот все помогли, да, конечно, спикеры проработать, и в одну как раз цепь, в одно звено это все вложить. Упаковать весь продукт. Всю свою идею. Обычно по завершении курсов есть возможность претендовать на какие-то льготные займы, в данном случае будет? На поддержку какую-то. Да, по итогам первого потока у нас предоставлено пять сертификатов предпринимателям будущим на получение льготного займа, на их проекты, поэтому сейчас мы их ждем за получением уже займа. Диана одна из этих. Диана одна из них, да, и на втором потоке точно так же будем мы предоставлять сертификаты по итогам защиты бизнес-проектов. А велик ли конкурс, вот Диан, у вас был все-таки пять сертификатов, да, это, я так понимаю, самые лучшие все-таки получают их? Ну да, их получают самые лучшие, по мнению комиссии, те, кто реально может дальше свой бизнес развивать и требуется для этого финансовая поддержка. Так, а остальные, вот те, кто не получит сертификаты? Да, ну не все, во-первых, заявляются на сертификаты, то есть у кого-то есть собственное средство на начало дела, кто-то еще думает, то есть может быть на следующий год откладывают, но на самом деле сертификат, он действует один год, поэтому, как бы, конечно, желательно им воспользоваться вот в ближайшей какой-то перспективе, не откладывать это дело на более длительный срок. То есть это для тех, кто только-только начинает. Вот сейчас они могут, например, сразу же, да, обналичить его, что называется. А те, кто еще раздумывает, а может быть в следующем году, а может быть я перееду, например, из Кирова, там, да, не знаю, в другой город нашей области, или наоборот, там, например. А есть, кстати, участницы из области, но вот понятно, что раз есть дистанционный формат, то, наверное, и участников можно набирать не только в Кирове. Да, конечно, муниципальные районы у нас всегда задействованы во всех проектах, мы информируем наши администрации районные, они помогают в наборе, подключаются они онлайн, кто-то приезжает, кто поближе, Кирова-Чепецк, Слободской. Занятия. Да, очно, да, очно. Ну вот то, что есть заочная форма, мне кажется, это расширит географию. Да, ну это очень удобно, и нам вот этот год, как раз связанный с пандемией, дал возможность, то есть, больше это использовать, и, возможно, я думаю, что сейчас в дальнейшем, конечно, никто не отрицает, что оффлайн это все-таки живое общение, оно всегда приятнее, лучшее и понятнее, но все-таки тем, кому неудобно приезжать, это очень удобно быть в онлайне. Поэтому мы, я думаю, что возьмем это за практику и в дальнейшем. А я еще про деньги хочу спросить. Вот один из барьеров, когда у тебя нет готового бизнес-плана или еще что-то, надо все равно представлять, сколько тебе нужно, не знаю, накопить, заработать, занять, чтобы стартовать. Про просчеты. Да, на проекте заключительной частью является создание бизнес-плана, то есть, ты именно прописываешь свой проект, и там ты как раз можешь просчитать, сколько тебе действительно нужно, что как бы у меня и было, например, сделано. И, ну, на самом деле, вот очень помогает на проекте, то есть, даже вот сам этот бизнес-план написания тоже помогает прописать, то есть, если у тебя, ну, что-то ты не понимаешь, ты всегда можешь к наставнику подойти или к спикеру и спросить. А какие там суммы обычно от и до, или там в среднем? Ну, сумма по сертификату вообще идет для участников обучающих программ у нас в целом по всем до 500 тысяч рублей. Полмиллиона, да? Полмиллиона, да. Ну, вот можно стартовать с полмиллиона? Можно стартовать с полмиллиона, можно. Да можно ли с меньшей суммы или нельзя? Можно и с меньшей суммы стартовать, можно стартовать вообще... В России, мне кажется, можно стартовать с 10 рублями в кармане. Слушайте, ну вот, да, мы сейчас делаем перерыв на рекламу, и про деньги мы еще поговорим, и про деньги, и про налоги, и про историю со стартовым капиталом. Продолжается дневной разворот. Говорим об обучающем курсе начинающий предприниматель «Начни свое дело», так он теперь называется, да, и я напоминаю, что проводится он при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Мы не сказали еще одну важную вещь про то, что есть все-таки возрастное ограничение, ну, всех публичных мероприятий, но есть 16 плюс возрастное ограничение, то есть можно даже попробовать уже получить знания, да, когда ты станешь совершеннолетним. Ну, вот смотрите, это будет... И получишь возможность получать кредиты. Второй поток, да, кредиты, налоги. Нужно про первую еще, да, спросить. Диана у нас одна среди пяти счастливчиков, которые получили сертификаты. Вообще вот какой, не знаю, КПД, да, скажем так, обучение. Сколько человек свои бизнес-планы защитили, сколько потом бизнеса своей открыли. Да, на самом деле это важно. Воронка получилась у нас такая достаточно хорошая. В каком плане? У нас отучилось вообще на проекте более двухсот человек. При этом бизнес-планы защитили 60 человек, и вот из этих 60 человек пять человек обратились в фонд поддержки предпринимательства именно за сертификатами на получение денежных средств. Как будет в этом потоке, самой даже интересно, потому что на сегодняшний момент уже зарегистрировано порядка 150 человек. Но регистрация еще открыта, то есть 14 числа мы стартуем с 10 часов. В 9.30 открывается регистрация, поэтому можно еще успеть запрыгнуть, так сказать, в последний вагон и зарегистрироваться на второй поток и проработать свою бизнес-идею. Вы за эфиром сказали, что 20 человек начали свое дело? Да, действительно. Курс только что закончился, можно сказать. Только что закончился, и 20 человек уже зарегистрировались официально в качестве предпринимателей. То есть из тех 60, которые защищали свой бизнес-план, получается, каждый третий получается уже? Да. То есть достаточно высокая степень мотивации. Уже приступил к работе. Я до перерыва сказала, что мы поговорим про деньги, про налоги, про финансы, про все что угодно. Я просто вижу в программе, что это тоже будет частью обучения, и это действительно очень важно, потому что сейчас, когда человек только начинает свое дело, он еще не разбирается во всех этих налоговых режимах, во всех этих кредитах, потому что предложения, наверное, сыплются от банков, готовы помочь, готовы помочь. Как вот в этом не запутаться? Об этом кто будет рассказывать? Об этом будет рассказывать Елена Васильева. Вот как раз, если по расписанию смотреть, 25 ноября она к нам приезжает, у нее будет блок финансовое планирование, бухгалтерский учет, налогообложение, и также бухгалтерский учет она тоже здесь будет затрагивать. Но мы пошли дальше, как организаторы от Института экономики и менеджмента, мы тем, кто открывается вновь, вот, например, с первого потока эти 20 человек, те, кто изъявит желание, мы готовы полгода их сопровождать именно по бухгалтерским моментам. В качестве консультантов, получается? В качестве консультантов, в качестве оформления документов, то есть мы готовы этих людей сопровождать. Чтобы им сейчас на стартовом этапе не приходилось искать сотрудника, да, и платить ему, но он может сэкономить на этом, это очень хорошо. Да, все верно. Во-первых, сэкономить, во-вторых, наладить бухгалтерский учет, понимать, что конкретно, когда подавать, то есть вот это все мы берем на себя для того, чтобы они этого не испугались момента, да, и мы их будем сопровождать в этом плане. А вообще вот среди блоков, которые вы бы выделили самым проблемным в том плане, что больше всего нужно вот там давать, потому что представление там у кировчан, не знаю, там, в сфере налогов или там в том же целеполагании, да, там, минимальное или самое, не знаю, там, не туда направленное, скажем. Вы знаете, я бы, наверное, выделила блок личной мотивации. Вот для наших именно кировских предпринимателей у них как-то немного страдает вот именно личная мотивация и защита проектов. То есть есть такой момент, что вот у нас Диана, она очень активна, она может себя презентовать абсолютно спокойно, свободно, рассказывать о своем проекте. А многие предприниматели, у них замечательные проекты, замечательные идеи, но они не могут себя претендовать и не могут в итоге понять свою личную мотивацию и для чего они это делают. Вот именно здесь им спикеры очень хорошо помогают, настраивают их на нужную волну, так скажем. А вот еще ораторское мастерство и искусство публичных выступлений. Да. То есть это же тоже, это и мотивация, и умение себя подать. А почему важно умение себя подать? А потому что тебе, возможно, потом партнеров придется искать. Конечно. И в каждом банке, куда ты пойдешь, за дополнительными средствами тебе тоже надо будет убедить в том, что твой бизнес хорош и достоин того, чтобы его поддержали. Да, вы знаете, вот на мастер-классах как раз спикеры вызывают прямо, что, как сказать, к доске и говорят, давайте, рассказывайте мне про свой проект, убедите меня в том, что ваш проект... Продайте мне слона. Продайте мне ручку, да. Продайте мне ручку. И они тем самым, вот именно их этим прокачивают, и когда они уже выходят на защиту, уже видно, что с ними очень хорошо поработали, что они понимают то, о чем они говорят. А как до этого происходит? Что просто я хочу не работать на дядю, поэтому открою-ка я свой бизнес? Или вот как... Ну да, есть же разное. Вы понимаете, что пришло там больше 200 человек. С проектами захотели там 60 человек. На выходе зарегистрировалось 20, фонд пришло вообще 5. То есть воронка-то, она, конечно, сокращается. Но при этом на выходе все равно получаются качественные проекты. Вот если про Диану даже говорить, понятно же, что жизнеспособные проекты. Таких проектов достаточно много. Ну да, остальные унесет корону кризис. Стравится ли вы? А может быть, кто-то, между прочим, сейчас притормозит немножечко, а начнет позже, да? И потом ведь я не знаю, конечно, чего нам ждать от короны кризиса, и как будет развиваться ситуация. Не исключена ведь история с тем, что могут быть еще какие-то меры поддержки. Кого-то унесет кризис, а кого-то вынесет. А кого-то вынесет, наоборот, действительно. У меня еще вот какой вопрос. Он связан, наверное, с ответственностью, с собственной мотивацией, прихода на курс уже именно. Есть ли какие-то обязательные условия, которые вы ставите участникам? Я уже поняла, что бизнес-план должны защищать не все, открывать свое дело, тем более там не требуется. Но все-таки люди должны какой-то отчет написать, еще что-то. То есть вот многих, наверное, это останавливает тоже. Нет такого? Такого нет. Нет, это все в свободном формате. То есть нельзя же заобязать стать предпринимателем. Это нужно захотеть сделать. Если мы их сейчас будем заобязывать, то какие же они тогда предприниматели? Нет, тут просто история скорее про другое. Про то, что ты начинаешь, ты вроде горишь, а потом ты просто как-то перегораешь. Не в процессе обучения, а вообще в связи с разными обстоятельствами в жизни. Но тут уже мотивация. Их должны не заставить, и замотивировать. А вот вы как организаторы как смотрите на тех людей, которые не дошли, ну там решили не составлять бизнес-план? Жалко, наверное, усилий. Или вы как-то это философски воспринимаете? Что-то так должно быть, они получили что-то другое, если не путевку в бизнес-жизнь? Ну они получили минимум знания, которые им пригодятся в жизни, даже если посмотреть то образование, которое у них было, это же личная мотивация. То есть они цели, полагания, они в любом случае получили для себя какие-то жизненные навыки, которые они будут дальше использовать? Даже в ситуации, если они, например, бизнес не откроют, если они пойдут наемным работникам, трудятся все равно, то те знания, которые они получили, конечно же, им пригодятся. И у нас остается с вами совсем немного времени, буквально 2-3 минуты. Я бы хотела еще напомнить и рассказать, мы не сказали, где это будет проходить. Во-первых, занятия, очные занятия, будут проходить в инженериуме, это Преображенская 41В, точка кипения, ВИАТГУ, ну все знают это здание, туда те, кто хотят точно, те, кто хотят заочно, на какой платформе это все будет? Это все YouTube-трансляция организована, ссылки есть в расписании, они заходят по расписанию на эту ссылку и просматривают в онлайн-формате через YouTube-трансляцию. А комментарии, соответственно, можно писать вот в комментариях под трансляцией, да? Да, конечно. Вопросы свои. Открытие будет в центре «Мой бизнес» на Динамовском 4 в субботу, поэтому первое занятие пройдет там, а дальше уже по расписанию в инженериуме. Спасибо большое нашим гостям. Ольга Югешина, директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства, Надежда Савельева, директор Института экономики и менеджмента Авиатского госуниверситета и куратор программы учебной курса обучающего «Начни свое дело». Диана Харюшина, предприниматель, участница первого потока этого года, человек, который две недели буквально назад выпустился, да, закончив обучение и уже вот фактически на низком старте. Спасибо. Ибо мероприятие, напоминаем еще раз, три недели займет, восемь спикеров московских из Петербурга, из Перми, из Кирова, известных в своей сфере, умеющих работать. Огромное количество блоков, которые на эти три недели распределены, и люди смогут получить знания такие всеобъемлющие. Регистрация на сайте, я напоминаю, откройбизнес43.рф. Спасибо. И дневной разворот на этом заканчивается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин